Продолжение следует... Здравствуйте! Уже этим летом компании Приками смогут подавать заявки в Федеральный фонд развития промышленности на получение льготных займов по программе повышения производительности труда. Все подробности тематики узнаем у моей коллеги. Второй день на форуме работает Татьяна Максимова. Таня, приветствую тебя. Ждем подробностей. Добрый день, Рустам. Да, вторым ключевым мероприятием второго дня форума стало рабочее совещание управляющего комитета по реализации программы повышения производительности труда и совета директоров промпредприятий края. Его возглавил губернатор Максим Решетников. И я напомню, наш край одна из шести пилотных площадок по реализации этой федеральной программы, на участие в которой заявились уже 25 предприятий. В рамках сессии ряд из них уже рассказали о первых успехах. Это ПЦБК, Сорбент и Суксунский оптикомеханический завод. За четыре месяца, к примеру, последний добился повышения производительности на 40% в расчете на одного сотрудника. Эти успехи региона отметила и помощник министра экономического развития Юлия Урожаева. Интересный момент. Она сравнила программу с тремя элементами, которые в царской армии считали необходимыми для хорошего функционирования солдата. Это сухари, сало и сахар. Так вот, в качестве сухарей она назвала базовый блок или ядро проекта. Это экспертная работа с предприятиями, создание федерального и региональных центров компетенций. В качестве сала программы обучения. И причем было отмечено, что заявка на этот блок у Пермского края самая большая. Три с половиной тысячи человек заявились на обучение. Здесь же она назвала совершенствование служб занятости, а также международное сотрудничество. Также было озвучено, что японцы и немцы уже заявили о готовности сотрудничать с рядом регионов по этой программе, проводить на их предприятиях аудит. Ну и в качестве сахара она назвала участие в... В качестве сахара она назвала в первую очередь льготные займы для участников от Фонда развития промышленности. Это, мы надеемся, самые выгодные условия, которые сейчас есть. 5 лет 1%. Там сейчас есть несколько отлагательных условий. Нам надо доработать методику, то, как мы рассчитываем повышение производительства, то, как мы оцениваем. Это еще займет, мы надеемся, месяц. Но после этого компании могут подаваться на эти займы. Мы поработали со Сколково. И Сколково внесло изменения в свою грантовую политику. Теперь для цели повышения производительства с ним можно брать безвозвратные гранты. И мы с ним продолжаем, чтобы часто распространяется на гранты от 5 до 300 миллионов. Мы хотим, чтобы это распространялось и на микро, и на мини-гранты. Таня, ну я так понимаю, очень много прозвучало на дискуссиях. Что бы ты лично отметила по итогам совещания? Да, и в продолжении тем, кстати, было озвучено, что сейчас совместно с Минфином прорабатываются для компаний, предприятий, участников и налоговые преференции. Кроме того, еще один важный момент – это сопровождение предприятий по направлению экспорта. Это совершенно новая программа, и она будет отличаться от уже действующих. И также было заявлено, что первые предприятия начнут работать по этой программе уже этим летом. Рустам. Таня, спасибо тебе. Со студией РБК на прямой связи с форума была моя коллега Татьяна Максимова. Ну и еще одно из важнейших событий на форуме – писание соглашения о сотрудничестве метафракции корейской компании по поставке уротропина и пентеретрита на рынок Восточной Азии. Об этом расскажем подробнее в следующих выпусках новостей. Действующий подрядчик строительства Пермского зоопарка. Компания РЖД «Строй» намерена и дальше продолжать строить Пермский зоопарк. Об этом представитель компании Илья Козырев заявил телеканал РБК. Во второй раз был объявлен аукцион на строительство второго этапа, первую очередь, у Пермского зоопарка. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок в рекаме анонсировали электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительства. Начальная цена контракта по аукциону – более 190 миллионов рублей. Заказчиком выступает управление капстроительством реками. Сроки выполнения работы – один год. Подведение итогов аукциона назначено на 22 мая. По планам строительства зоопарк будет разделен на две очереди и четыре этапа. Объявленный контракт компания РЖД «Строй», которая уже работает на площадке, считает привлекательным. Первое, мы присутствуем уже на площадке и считаем, что если на данной территории планируется второй этап, целесообразно, экономически эффективно и выгодно поучаствовать в аукционе и, возможно, выиграть, если наше предложение будет интересно заказчику. Да, считаем, все вполне экономически целесообразно и по срокам тоже вполне все выполнимо. Ну, а что касается первого этапа, по которому РЖД «Строй» уже ведет работу, Илья Козырев отметил, что на сегодняшний день период отставания составляет 78 дней. При этом практически все здания, в том числе технологические, заводятся под типовой контур. Также идет подготовительный процесс по благоустройству территории. Всего на площадке строительства численность персонала превышает 300 человек. Более того, руководитель проекта сообщил, что в начале лета должны быть закончены работы, связанные с инженерными сетями и внутренней отделкой всех помещений. Начальник регионального МВД Виктор Кошелев впадал в отставку. Информацию телеканал РБК подтвердили в самом ведомстве. Основная причина написания рапорта о сложении обязанностей, как пояснили в МВД, достижение предельного возраста. В ноябре этого года Виктору Кошелеву исполнится 60 лет. В настоящий момент он продолжает исполнять служебные обязанности. Отмечается, что господин Кошелев имеет награды за результаты работы в борьбе с организованной преступностью и коррупцией на территории Сибирского и Уральского федеральных округов. Назначен начальником краевого главка он был в 2014-м. Объем вкладов физлиц в Пермском крае за год увеличился более чем на 13,5 миллиардов рублей. Это следует из последних данных ЦБ на 1 марта текущего года. В состоянии на начало марта объем депозитов физлиц в регионе вышел за планку в 317 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 4,5%. Вклады в рублях насчитывают 277 миллиардов. Динамика в этом случае чуть менее 7,5%. Совершенно другая картина с валютными вкладами. Они продолжают прошлогоднюю тенденцию. На этот раз сокращение достигло 5 миллиардов рублей в пересчете на национальную валюту. Налитики отмечают, ожидать роста не приходится. Курс валюты был более-менее стабилен. И поэтому ту доходность, которую клиент имел на рублевых инструментах, она просто опережала ту доходность, которую клиент мог получать на валютных инструментах. Дальше мы думаем, что тенденция на самом деле продолжится, поскольку никаких предпосылок для повышения ставок по валюте не наблюдается. Эксперт предполагает, что ставки по рублевым депозитам будут снижаться, но и набирают популярность другие инвестные инструменты. Несмотря на негарантированность высокого дохода, люди выбирают альтернативу. К примеру, средняя ставка по вкладам в российских банках по данным ЦБ сейчас упала ниже 6,5%. Показатель по итогам первой декады апреля стал минимальным за всю историю наблюдения. На этом все. Оставайтесь на РБК. До встречи через час.